Всем добрый день! В прошлое воскресенье у меня начали пропадать запахи. Никогда с этим раньше не сталкивался, весь день ходил, принюхивался, что-то чувствую, что-то не чувствую. В понедельник они окончательно пропали, вместе с ними пропали и вкусы. И честно сказать, такой жизни у меня никогда раньше не было. Ты ешь еду, не чувствуешь то, что ты раньше ощущал, и вся еда разделилась на разные виды биомассы. Есть твердая биомасса, яблоко, например, есть хрустящая биомасса, это морковка, есть вязкая, это шоколад, есть теплая, это суп или каша, в зависимости от настроения. На всем этом фоне интереснее всего стало есть бутерброды с сыром, потому что там присутствуют три разные консистенции. Но общее ощущение, как будто из цвета, который ты наблюдаешь, убрали какой-то один цвет. И жизнь стала, что-то потеряла из того, что раньше было. И это, конечно, натолкнуло меня на мысли, что похоже, это очень близко к тому, что сейчас с нами происходит. Раньше мы работали в офисах, мы приходили на работу, там были коллеги, там были наши любимые кубиклы, митинги, какая-то движуха. А сейчас все расселись по домам, ведь я тоже сейчас в домашних условиях на карантине. И как будто чего-то не хватает, ушло что-то важное, чего мы раньше не замечали. А замечать мы это начинаем только тогда, когда оно пропадает. И похоже, что это наша с вами реальность, наш бизнес все время куда-то подталкивает, мы все время куда-то бежим, релизы, проекты, успехи и не замечаем того важного, что с нами происходит. И мы, конечно, точно такие же в Стратоплане, потому что мы сейчас бежим для того, чтобы запустить программу Стратоплан Black с февраля 2021 года. Это будет, наверное, лучшая онлайн программа по обучению менеджеров, soft skills, отбор в команду, настройка людей внутри команды, настройка самой команды. Вот все, чем мы профессионально занимаемся, в лучшем формате будет изложено начиная с февраля, потому что это все будет отработать и попрактиковать. И вот на этом бегу мы, похоже, забыли про то, что за прошедшие годы-то мы тоже сделали много хорошего. Мы запускали десятки разных курсов по навыкам, по мотивации, по карьере, по поискам энергии в себе и в работе. И как будто мы этого не ценим, как будто мы этого не замечаем, и мы подумали, что это же не так. Ведь было действительно сделано много хорошего и будет, наверное, правильным это все не убирать куда-то в дальнюю кладовку, а предоставить к этому всему доступ тем, кому это нужно и кому это важно. И кроме того, это будет дань уважения тем людям, с которыми мы эти курсы делали. Поэтому мы решили запустить библиотеку Стратоплана 2020. Внимательно посмотрели на список курсов, которые с нами были, почитали отзывы людей, которые через эти курсы проходили, посмотрели на изменения, которые у них случились в результате этих курсов. И в итоге библиотеку отобрали лучшее. Это 14 курсов. По навыкам, инструментам, карьере, мотивации и финансам. Если коротко, то по навыкам туда вошли те темы, которые сейчас не будут покрыты программой Стратоплан Блэк. Это темы по деловым коммуникациям, где есть замечательные курсы Саши Карепина и Рома Поворчева про написание писем и про создание технических презентаций. Это большой блок про оценку развития персонала, который раньше был частью обучения руководителя отделов, созданный Марией Швейцарь и Ирой Матвеевой. И замечательные материалы, там в частности есть и про обратную связь с ТАР и Ир, и про матрицы компетенции, и вот все, что нужно руководителю отдела. Там есть прекрасный курс Кости Дубровина про цифровой профиль, про радикалы, про то, как по внешнему виду человека примерно прикидывать его характер, как с ним общаться и так далее. Он немножко перекликается с психоаналитической диагностикой Нэнси МакВиллиамс. Но в общем и целом очень любопытный и практичный курс. Про навыки есть еще большой блок курсов, наших недавних курсов Антона Савочки, интересного эксперта, который раньше работал в Эрнст-Янге. Антон прочитал курсы про дизайн мышления, про то, как вести себя менеджеру в кризис, и про то, как обучать онлайн. Потому что у него большой опыт в этом деле, и с точки зрения методологии, и с точки зрения инструментов, и эти курсы мы тоже решили в библиотеку добавить. И последний курс Артема Фоменко про финансы для менеджеров мы тоже решили туда включить. Потому что тема у нас звучит редко, а тема очень полезная. Тем самым блок курсов про навыки и инструменты будет порядка 60-70 часов. И это очень хороший набор курсов того, чего сейчас не будет в основной программе Стратоплана. Второй блок про карьеру. Это тема, которая с нами давно, начиная с нашего первого онлайн-тренинга, как стать менеджером в IT. И, конечно, там ведущую роль играет мой коллега Слава Панкратов. В этом блоке у нас будет несколько гостевых мастер-классов, то есть два блока, карьерный марафон, карьера 3D, то, что мы делали. Порядка 20 приглашенных топ-менеджеров рассказывали про свой карьерный путь. Свои выводы, свои инсайты, свои лайфхаки. То есть что они делали, как, почему это было для них важно. И, возможно, это будут неплохие ролевые модели, если вы решите это тоже посмотреть. Кроме этого, коллега Панкратов поделился там своей историей. Как из инженеров он становился менеджером, как из менеджеров директором, как из директора предпринимателем, и как он между этими ролями перемещается. У Славы богатая история. Он был в свое время директором по технологиям компании Яндекс.Украина, директором по обучению Люксофт.Украина, то есть он работал на директорских должностях и открывал несколько своих компаний. И вот последние 10 лет мы с ним вместе руководим командой Стратоплана, делаем образовательные проекты и занимаемся предпринимательством в сфере образования. Очень любопытная личная история, которую вряд ли вы найдете где-то вовне. Глядя на то, что сделал Слава, я сделал свою ретроспективу, ретроспективу Орлова. Я рассказал про свои четыре ипостаси. Это менеджер, про то, как я становился менеджером в компании Intel, и как до сих пор им работаю в Стратоплане. Это тренер, потому что за прошедшие годы проведены сотни тренингов, больше тысячи вебинаров, и есть определенные наблюдения, наработки и наблюдения за собой, что помогает, как это лучше делать, чтобы это, людьми, воспринималось хорошо. Третий ипостаси – это писатель, потому что у меня есть много статей, в том числе на Хабре, на других ресурсах. Есть пара изданных книжек. Как раз по весне вышла в издательстве «Миф» книжка «Джедайские техники конструктивного общения». И я рассказывал про то, как я пишу. Если это то, что интересно, то тоже может быть полезно. И последняя история про борьбу с выгоранием. Потому что, работая в Стратоплане, я как-то доработался до того, что энергия ушла. И вот как ты начинаешь ненавидеть то дело, которое я раньше любил, почему это происходит, как перенайти себя в своей профессии, там, где ты находишься, вот про это я как раз тоже рассказывал. И это большой блок про карьеру, про мотивацию, которая нам кажется важной. Более того, по теме выгорания у нас было еще много курсов, которые мы тоже решили добавить в библиотеку, потому что мы столкнулись с тем, что к нам иногда приходят студенты в нересурсном состоянии. И в обучении иногда люди ищут удовольствие, которое ушло из жизни, ушло из работы. И часто его находят. Я чуть позже расскажу, почему это так происходит. Но на тему мотивации, выгорания энергии мы проводили много курсов. Это, конечно, курс Филиппа Гузенюка про источники энергии в работе. Мы проводили конференцию FailConf Burnout, где люди делились своими историями, как они подвыгорали и как потом выходили из этого состояния. У нас был замечательный мастер-класс Дмитрия Ковпака, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, где он рассказывал про историю выгорания, что с этим делать. И, наконец, мой коллега Слава Панкратов, у которого есть вторая вышка по практической психологии, при поддержке коллег, проводил клуб персонального стратегического планирования. То есть, как заглянуть в свое видение оттуда чуть дальше и понять, что там для тебя важно, туда ли ты идешь, какие есть инструменты для этого. Вот это все есть в курсе персонального стратегического планирования. Короче говоря, 14 курсов по всем этим направлениям. Навыки, инструменты, карьера, мотивация, финансы, энергия. Мы решили включить в библиотеку стратоплана 2020. Суммарно у нас получилось больше 150 часов материалов. То есть, если в следующем году по полчаса в день все это смотреть, то как раз хватит на целый год. Чем это может быть полезно? Я здесь прокомментирую, что все курсы, которые делает стратоплан, которые делаем мы, у них одна задача. Это не только и не столько получение новых знаний, это всегда изменения. То есть, чтобы в реальной жизни что-то менялось. Почему оно меняется? Коллеги, мы не являемся экспертами по вашей жизни. Потому что у меня нет вашего склада личности, я не работал там, где работаете вы, я не сталкивался с этими проблемами. Но что я точно знаю, это если достаточно много фокусироваться на себе и сидеть и думать про себя. Смотреть, что с тобой происходит, смотреть, как это происходит, понимать это, то тогда начинаются изменения. Вопрос в том, что мы все время набегу. Бизнес нас все время куда-то подгоняет. Мы все время куда-то бежим. И набегу очень тяжело думать о себе и думать о важном. Так вот, для меня эта библиотека и эти курсы, это прежде всего хороший способ замедлиться и начать думать про себя. Под наших экспертов, под те инструменты, которые они говорят, под то, что они рассказывают. Думать, проецировать, смотреть на свою жизнь со стороны. И вот это работает. Потому что возьмите любую тему, навыки, карьера, вы уже где-то находитесь. Вы уже пишите письма, вы уже делаете презентации. Вы уже как-то определяете психотип людей интуитивно, где-то вот здесь вот в голове. Вы все это делаете. Но делайте как-то по-своему. И это приводит вас туда, где вы находитесь. В библиотеке вы что можете сделать? Вы можете взять какой-то курс, где хороший спикер с интересными историями будет рассказывать про ту тему, которая вам интересна. И просто начните его смотреть. И думать, какое это имеет отношение к вам. Что вы делаете, что вы не делаете, что вы можете изменить. Когда вы поймете что-то про себя и что-то попробуете сделать иначе, пойдут вот эти самые значимые, важные изменения. И это именно то, что дает результат. И с этой точки зрения библиотека стратоплана, конечно, прекрасно. 156 часов, которые вы можете использовать для себя. Поэтому, коллеги, если это отзывается, если есть желание замедляться и слушать хорошие материалы для того, чтобы понимать важные для себя вещи, приходите, будем рады, если это вам поможет.